Добрый день дорогие друзья вы смотрите проект русский со словарем и мы продолжаем беседы о русском и не только русском языке потому что как выяснилось у русского языка довольно много пересечений с другими языками мира у нас уже были выпуски посвященные итальянскому языку сегодня мы продолжим знакомиться с европейскими языками и сегодня у нас в гостях переводчик лингвист преподаватель греческого языка юлиана массивова добрый день юлиана ну почему я вот обратил внимание свое на греческий язык потому что готовились к программе вспомнил студенческие годы и помню что в университете изучение пожалуй любого нового предмета начиналось с истории этой науки и так или иначе начиналась древней греции потому что действительно древняя греция родоначальница многих наук и очень много научных терминов пришло к нам из греческого языка и у меня сильное ощущение что в русском языке довольно много слов у которых есть греческое происхождение подтвердите ли опровергните мои подозрения но это чистая правда это не подозрение это научный факт огромное количество научных терминов не только в русском вообще во всех европейских языках можно сказать не только в европейских но конечно база европейских языков научные лексики научной терминологии это древнегреческие слова кроме того в русский язык и в другие европейские языки и греческая лексика проникала не только скажем так напрямую данную через посредство латыни то есть огромное количество греческих слов было заимствова латынь оттуда разошлось по европейским языкам и как следствие очень много греческих слов попало в русский язык уже через посредство других европейских языков в более поздней эпохи ну через французский немецкий и так далее но корни уходят все равно в греческий язык кроме того в русском языке очень интересная своеобразная ситуация по сравнению с другими европейскими языками в плане заимствования греческой лексики помимо древнегреческой лексики которые очень много в русском языке это лексика биологии медицины театра кроме этого еще огромный пласт лексики пришел к нам вместе с христианской православной религии напрямую из византии фактически все церковные слова все слова имеющие отношение к религии в русском языке греческие то есть мы можно сказать вместе с религией взяли так сказать пакетом заодно и лексику тоже бонусом но такой очень приличный бонус получился это несколько сотен слов и корней плюс еще кальки то есть дословные переводы греческих слов на русский язык но мы знаем например евангелие это греческое слово благовещение мы говорим да и так далее огромное количество лексики мы говорим икона мы говорим но много лексики на самом деле ну а давайте вот от религиозной лексики перейдем к светской какие-то примеры слова которыми мы пользуемся каждый день но вот они греческого происхождения мы может быть об этом даже не подозреваем я понимаю что название наук и научные термины они в общем во многом да то есть астрономия и собственно вся терминология астрономии пожалуй она из греческого языка да и биология и медицина что тут говорить греция колыбель наверное европейской цивилизации оттуда очень многое пошло но вот какие-то слова которые может быть мы даже не подозреваем что они греческие а вот удивите нас это запросто ну да вы правильно сказали что название всех наук не только астрономия но и физика математика философия все философские термины это все греческие слова само слово например биология это греческое слово от древнегреческого bios жизнь и logos слово наука но это все знаем из школы да а есть огромное количество греческих слов которыми мы пользуемся каждый день и твердо уверены что это чисто русские слова на самом деле не совсем так такие слова как а кровать корабль кукла это греческие слова они пришли в русский язык из греческого языка ну и есть еще очень много есть очень много таких неожиданных слов скажем опять же мы употребляем их каждый день не задумываясь об об их значении ну например мы идем к врачу дерматологу да мы никогда в жизни не подумаем что откуда вообще это название мы просто его используем на автомате или врач отоларинголог или врач гинеколог это все греческие слова и мало кто задумывается об об их корнях но если мы задумаемся мы поймем что мы знаем огромное количество греческих слов например мы знаем слова дерма кожа мы знаем слова стома рот мы знаем слова сама тело мы знаем слова арома аромат запах и ну и так далее ну тогда у меня в связи с этим вопрос тогда общем греческий язык выучить не так сложно русскому человеку или есть какие-то свои подводные камни вот вы как преподаватель греческого языка расскажите какие с какими сложностями может столкнуться человек изучая греческий язык вот с нуля ну да с одной стороны действительно может быть не сложно потому что вот такие вот вещи как слова прекрасно легко запоминаются с другой стороны есть да есть определенные сложности с которыми сталкиваются изучающий греческий язык как как любой другой иностранный язык ну во первых я бы хотела сразу развеять очень такой распространенный миф люди которые либо не учили греческий язык либо попытались есть такое предубеждение что ну самое сложное конечно алфавит вот вообще как можно запомнить эти буквы на самом деле это не так алфавит греческий он абсолютно элементарный потому что на самом деле русский алфавит основан на греческом и поэтому очень большое количество букв около 19-20 букв они практически идентичны они также пишутся и в принципе также читаются выучиться читать по-гречески можно очень быстро это не значит вы будете понимать вот понимать гораздо сложнее какие могут быть сложности ну скажем фонетика тоже она не очень сложная если человек еще в школе на английском языке освоил межзубные звуки с из то дальше все совсем просто потому что дальше никаких таких особенных странных вещей в общем нет греческом тоже присутствуют вот эти звуки которые с которыми мы все мучились в школе изучая английский да но если вот старательно мучились если достигли хоть какого-то результата то это сразу пол дела уже сделано ты уже звучишь на половину как зеркальцем ходили в школу правильно делали до нужно нужно тренироваться чтобы этот звук был вот максимально шипящий что значит вот шипеть как змея прямо вот этими звуками а тогда у меня вот провокационный может быть вопрос юлиана скажите а вот зачем вообще учить греческий язык вот зачем скажем так нашему человеку среднестатистическому может понадобиться греческий язык тут надо разделять сразу зачем может понадобиться древнегреческий зачем может понадобиться современный новогреческий ну во первых огромное количество людей учит языки иностранные языке просто потому что нравится интересно увлекает может быть и практическое применение как мы уже говорили древнегреческий язык очень сильно повлиял на все современные европейские языки это влияние колоссальное и фактически с помощью с тем вот когда изучаешь греческую лексику греческий язык то это дает тебе лексическую базу для вообще всех европейских языков очень крепкую лексическую базу это так называемые когнаты то есть это родственные во всех языках слова чуть чуть они отличаются в разных языках произношениях но это очень крепкая и очень богатая база но это во-первых то что можно может быть второе греческий язык ну скажем я могу и собственного опыта сказать что мне он дал очень более глубокое понимание собственного языка родного русского я очень много вещей узнала о своем языке родном русском я на него посмотрела с неожиданной стороны это очень сильно расширяет сознание очень сильно раздвигает твои лингвистические представления о русском языке о русской культуре это это очень важный момент для любого человека если он хочет быть образованным если он хочет широко смотреть на мир ну потом древнегреческий язык поскольку не определенная структура есть то если ты его изучаешь что это помогает впоследствии при изучении других иностранных языков в освоении грамматических и синтаксических структур но что значит действительно имеет смысл изучать греческий как базу для других европейских языков и для того чтобы узнать больше о своем родном языке или она какие еще трудности могут быть при изучении греческого подозреваю что вы не все рассказать да не все ну то есть фонетика это на начальном этапе а дальше обычно изучающие греческий язык сталкиваются с определенными сложностями в грамматике и ну тут как их можно преодолеть их можно преодолеть только только вы что-то выучивая наизусть очень помогает лексический метод изучения иностранных языков когда ты запоминаешь не отдельное слово висящее в сферическом вакууме а запоминаешь некое выражение в котором ты будешь использовать это слово это гораздо быстрее проще работать со всеми языками с греческим тоже как в любом языке да и лучше сразу запоминать фразами чтобы фразами чтобы ими сразу пользоваться потом применять это уже направить да и на более высоких уровень изучения ну то есть что я хочу сказать на базовом бытовом разговорном греческом которым будете пользоваться когда поедете в греции общаться с местными ничего особенно сложного нет все довольно просто и выучивается достаточно быстро а вот когда ты уже изучаешь язык серьезно на более высоких уровнях то там возникают интересные сложности когда вдруг внезапно это вся простая лексика известная нам из русского заканчивается и начинаются сложности дело в том что в официальных документах в официальных ситуациях греки стараются избегать заимствованных слов и вместо них используют свои собственные слова которые буквально искусственным образом были созданы то есть таких слов как например международных слов нам известных как компьютер интернет или паспорт или адрес в греческом языке в официальной лексике не существует там другие слова и они бывают иногда очень страшные то есть греки придумали огромное количество слов подавили миру и продолжают это делать совершенно верно процесс идет сейчас кстати такой вопрос про заимствованные слова заговорили в греческом много заимствованных да конечно а из русского языка что-то заимствовали ну вы знаете такие общее общеизвестные те русские слова которые разошлись по в общем и целом по всем европейским языкам ну например пироски и русские до русские пирожки а или какие-нибудь еще там забавные слова типа спутник такие в общем известные есть и какие-то скажем лингвистические казусы по неизвестной никому причине матрешку называют бабушка вот такая история англичане бабушка называют платок платок когда завязывающим образом повязан то есть слово ушло но в разных языках у него разные значения да интересно на самом деле интересный разговор получается я знаю что вы ведете очень интересный блог посвященный греческому языку я так немножечко посмотрел и мне очень хочется поделиться с нашими зрителями какими-то интересными фактами из вашего блога но поскольку время нашей программы ограничено я предлагаю на сегодня разговор завершить и продолжить его в нашей следующей программе вот так я сразу заинтригую наших зрителей что будет интересно ну и напоследок удивите нас еще каким-нибудь словом греческого происхождения которое мы считаем своим и мало того что считаем своим родным но и пользуемся им самого раннего возраста еще до того как в школу пойдем мы уже знаем слово тетрадь это слово греческое греческое тетрадион произошло от древнегреческого слова тетра что значит 4 и ну есть разные версии происхождения этого слова может быть это было четыре дощечки с крепленные вместе которыми пользовались древнегреческие школьники может быть это был лист папируса бумаги которые складывали в четверо неизвестно но это слово абсолютно одинаковое практически что в русском тетрадь что в греческом тетрадь и мы им замечательно пользуемся ну что ж друзья мы обязательно продолжим разговор о греческом языке о его взаимосвязи с нашим родным великим и могучим это был проект русский со словарем до свидания до новых встреч